Друзья, знаете, что гадаю? Так или не так, я провёл занятие первый раз в первый класс, но я сразу оправдываюсь перед Сафроновым, нашим техническим директором интернет-издательства «Жизнь на земле». Как оправдываюсь? Одна же, на одной фабрике, она выпускала швейные машинки. Выпускала, выпускала, а у нас, как в советское время, принято было воровать запчасти. Воровали и дома собирали эти машинки, и каждый раз получался, когда сборка заканчивалась, получался почему-то автомат Калашникова. То есть, ничего у них не получилось. И у меня так же. Как смог, так провёл занятия. А сейчас давайте будем общаться. Ухтияров, привет, с Казахстана. Брат, привет. Жамалдинов, здоровья, удачи. Недавно общались по телефону. Наталья Домова, времени, здравия. Арсенко, вторым нас садоводом, привет. Учитель, здоровья, терпения. Юрий, благодарность за саженцы. Так. Как же так получилось-то? Арсен Костроме, мой брат Костроме. Он же Юрий. Получается, что он с саженцами Арсена обеспечил здорово. Мельникова. А вот та самая Мельникова, чей телефон я вам продиктовал. И показал фотографию её вместе с этими прекрасными, здоровыми саженцами Шелковицы. Вот. Так. Она тоже пишет. Всем здравствуйте. Так. Александр. Ваулин брал косточки из корни собственных сельцев, самых сладких у вас. Боясь, что с привитой будет в клонении в дикую форму. Да, это совершенно верно. Мы эту тему оговаривали. Но в его группе ВКонтакте есть информация, что это когда подвой бесея и сибирский абрикос. А ваши подвои, получается, оккультурены и уже влияют положительно. Как бы это ни объяснялось. Но Ваулин не рискнул. Ограничение науки которого созвитие. Да, я его упрекал. Ну, как упрекал? Заощься. Он, возможно, даже не знает, что я на свете. Нет. Два года, три года назад он мне звонил. И благодарил. Ну, он благодарил меня как частное лицо. А вот то, что надо было рядом в своих этих, в реферате, в докладе. Надо было меня брать как с автора и как с докладчика. А он не сделал. Это практически он... Ну, не знаю даже, как это развивать. Ну, для ученых это неправильно. Я применяю самое мягкое слово. Неправильно это. Так вот, объясняю. Раз тут совсем мало, и мы можем спокойно остановиться над этими. То есть прошло время, когда он достиг успеха, когда у него заплодносили мои сеансы. Это было несколько лет назад. У меня сохранилась самая настоящая справка, где он меня назначает не ответственным, а как бы с сотрудником в плане, в плане, в плане дальнейшего развития. То есть он прислал мне 10 тысяч. Человек, который прислал, еще 10 тысяч. Я спросил, это ваши личные деньги или казенные? Русского казенные. Тогда я сказал, пусть платит его институт. И он прислал мне 10 тысяч плюс 10 тысяч. А я ему прислал тысячу косточек. Половина из них собака, наполовину из моего сана. Брал я, вот помните эти самые сеансы? Я вам сейчас еще раз покажу. Где-то они мне тут. Или куда-то уже делись. Ну, в общем, помните, я там эти сыновья, мы уже сказали, брикосов целую. А, они даже вот тут вот. А, вот-вот-вот. Сейчас я снизу вверх. Поняли, да? Вот с них я брал сеянцев. Сеянцев. И выслал ему. То есть он себя именно сеянцами ограничил. А откуда это все взялось? Со временами Чурина было не доказано, а было внушено, что именно абрикосы. Ну, в данном случае мы про абрикосы говорим. Не вообще про абрикосы. Абрикосы, которые с непривытых деревьев, они должны не подвигаться никаким влиянием. Помните фильм? Ой, помните, одно из писем было? Пишите мне с этого, с червышек, от того, от пианистов, вот, у которого нет влияния по двое. У него нет по двое влияния, как родительский форм, то есть соседи. А так-то они такие же привитые, с моего сада, сада этого, Филиппио. А почему получилось, что они чуть-чуть отличаются? Так на то и по двое они изменили форму. Вот. Размеры были огромные. Сами я показывал их не раз. Хвастался. А что не похвастался? Вот. И тогда получается, что? Как реагировать мне вот на это ваше, вот на это ваше письмо? Смотрите, как вы написали. Вот. Есть информация в его группе, что когда подвой Бесея сибирский абрикос, тогда якобы это получается в дикую форму. А у меня получается, и вот человек делает выводы. У вас абрикос вольжиусский полукультурный, всё равно влиять будет. Конечно, не так сильно, но будет. А зачем ему такое? Я вот никогда этого не пойму, чтобы не влияло. Вот, понимаете, берём самую дикую форму вольжиусского абрикоса. И мы не хотим, чтобы культура на него повлияла, чтобы плоды были культурнее. И вот человек, вот этот Александр, я не знаю, как его фамилия, можете и догадаться. И получается, он сделал вывод. Ограничение внуки, как тормоз развития? Да! И я упрекал его, это тормоз развития. На кой нам чёрт? Да. Опять получится. Вот возьмите, вот вы у меня кости, я же вам пытался внушить, что сто кости, что тысячу. У вас такой разброс будет. Ну и что? А зачем надо, чтобы они все были, как мажорист, который есть невозможный? Когда мажорист заплодносил, я так плевался. Рядом, прошло несколько лет, рядом заплодоносили королевские, манитоба, амур. Вот совсем близкие с ними. Ну и что? Вот стал вкуснее. Приехала ко мне, это главный редактор журнала, не журнала, а газеты, Фазендовска-Состоянска. Я всегда говорю, ничего не буду, а зачем? Головина Ирина Владимировна, живой человек. Есть фотография, как моя внучка и её дочка собирают манжурские абрикосы из-под этого патриарха. Набрали они, а она помогала им, набрали они два или три ведра, но два это точно, сели в легковушку и поехали дальше по Хакасе, ну там, ГЭС и прочее. Через пару-тройку дней вернулись в Красноярск, и письмо приходит. Валерий Константинович, извините, это не извините, это я вот так, вот, так уж получилось, что мы абрикосы не довезли, думаю, они вкусные выбросили. Нет, дороги все съели, вы можете представить, как можно съездить два, айбала пятеро машин, как можно с пятером съесть два ведра или три абрикоса. Вот что это такое. Но нельзя к этому придерживаться, вот, пусть это, он никогда не узнает Ваулин, о чем мы говорим с вами, Александр, вот, но мы говорим не для него, мы говорим для будущих авторитетов. Может быть, нас это, услышит, вот тут написано Елена, может это и есть наша Елена прекрасная, Елена Савинич, может быть, вот видите, слово Елена, возможно она, для нее тогда. Она не станет этого делать, она наоборот скажет, так, значит, черенки, Валерия Константинович, самых деревьев, где они уже морозостойкие, уже доказано, где самые огромные плоды, косточки, самых огромных плодов, вот, ну она подводит, сыновья, мужская абрикоса, с ними совместимость 100%, вот, и все, а зачем опять эти сеются, почему эти сеются, чтобы это, ну вы можете себе представить, с непримитого дерева, ну ладно, все, это у меня наболело, так, здравствуйте, какие, какие правила, это же, первый год приват, это следующий, третий, один год, значит, я, Жаль, Зарик Кустиныч, отделал официальное заявление, Дмитрий, что я абсолютно, противник, трехэтажный прививок, для нормальных людей, я делю всех, на нормальных людей, дачник, ему нужен сад, у него должна быть прививка, и второй этаж, второй, это первый, нижний, полудекаль, полукультурный, привыкся на нем, абсолютно культурный, с лучшими, мере, плодами, все, зачем я прививаю, третий этаж, обидели меня, земли нет, больше садить, не на что, места нет, каждый год выпиливаю, вам вместе со мной, не жалко, вот то, что я вам показывал, я как это, знаете, есть такое понятие, я сейчас скажу, такое изощренное, когда, мазохизм, да, я занимаюсь мазохизм, я не просто выпилил, 10 деревьев, в следующий, другой раз, 20 деревьев, а в основном абрикосов, это мазохизм, я вам рассказываю, как это делаю, чтобы вам тоже было жалко, чтобы однажды дошло, что когда миллионы деревьев, которые растают соснами, не найти несколько, здесь слои, не миллионы, вектор, а найти несколько сотен, которые это, можно было бы еще посадить, чтобы не пилить деревьев, чтобы не делать третьим этажом, опять набояло, вот, а так, я даже учить этого не буду, двухэтажные, это крепкие, а третий этаж, это уже ненадежно, так, всем привет, Архангельская область, Александр, но так же, Солубовнив, сложно бороться с мельсельхозом, так и пишет, я стараюсь не заглядывать к нему, потому что мне сразу давление скачет, вот, основная цель создать федеральную платформу, где вообще садоводы могли отменять саму силен, опытом, посадочным, бассейным, приручим материалом, но если раз пытался объединить министерство, создать, но не нашел понимание, пытаюсь делать сам, пусть пытается, вот, конечно, ничего не получится, я сразу говорю, в директор института не получится, но ко мне уж куда ссылаться, Игорь Сафин, всем здраво, добро, а, насколько ваша подвоя сибирька совместила с яблони Глазенкова, тут все знают, дмитрий, вот вы и попробуйте, я никогда не говорю с плеча, одно я могу сказать бы, мои сибирьки, они уже не сибирьки, помните мой каталог, или это культуренные сибирьки, или это дича шаранецкий, потому что шаранецка, оно это практически культурное дерево, оно достаточно крупное, 350 грамм, оно вкусное, ее можно назвать дикарио-милитаро-полукультурное, это культурное дерево, не ротки палкивают, показать фотографии, да ладно, в другой раз, так вот, значит, что получается, они как раз и хорошо совместимы, с любыми яблонами, и как сколько бы, я привозил с Украины совместимы, почему-то нас с яблони Глазенкова не будут, будут совместимы, но, если, вы сказали, ваши подвои сибирь, если в лесу наберу сибирок, они уже приучены, не они приучены, а как они, таезные могут быть приучены, а мои культурные привои, крупные, роскошные, яблони, сейчас покажу несколько, крупные, роскошные яблони, они совместимы с сибирскими подвоями, а Латенкова, не надо какую-то работу провести, поэтому, однозначно, ответа нет, если сибирьки, мы окультурены, вот, у меня покупают такие семена, тогда будет совместимы, с Латенковскими, а если они чистые, и их еще надо превышать, тогда не будут, ну, как мог ответить, ну, видите, вот тут нам все кончилось, да, у нас малая, особо интереса нет, если только заглянуть, вот, 22-й год, сейчас, секундочка, у нас наоборот, теперь еще полчаса целых, но мы не будем полчаса, растягивать время, вот смотрите, вы знаете, вот это вот, мелба, например, вот эта красная, а те два тоже мелба, на разных деревьях, вот так получается, она расплывается, почему, во-первых, из-за подвое, а во-вторых, из-за того, что изначально, это клон, и уже когда-то выделили, просто на дереве, вдруг, ни с того, ни с сего, ветка с ярко-красными, крупными плодами, взяли, получили, кстати, а какой хрен еще доказать, что оно же, что вы видите, когда существует, колновидно явно, из чего взялись-то, с одной ветки, нет, как вот, вот эта вот, дипость какая-то, вот охота, вот, железово нагадить, я уже про эти, выпуснись с ними, ну, как так, когда колновидные яблони, начинались когда-то, с одной единственной формы, вожак, увидели там близкое расположение, этих самых, чрезвычек почек, и пошло, пошло, понаделали кучу этих самых, это же такая работа, нудная, долгая, но перспективная, и таких сортов понаделали много, но это, вегетативная гумандация, взяли, с ветки, которая выделялась своей формой особой, привели, привели, ну, еще и это, и еще и, с помощью, опыления, а потом семенного размножения, и этот путь прошли, но мы это привели, и после этого, в 22-м году, или 21-м, когда они на нас накинулись, вот, процедили, в 30-го года статью, где написано, что вегетативная гумандация, лженаука, вот, в 21-м веке, не видя, не понимая, ничего, сами не выращивали, а тут как, ну, ну, наполело, ребята, у нас уже закончилось же это, считайте, мы же закончили, ну, наполело же, ну, наполело, ну, наполело, ну, это же вегетативные гибриды, эй, это же что, ну, сюда-то загляните, ну, я же не говорю, извинитесь, ну, может, просто замолчите, не говорите больше, что нет вегетативных, не говорите этого никогда, ведь вы же как говорите, у меня шикарное образование, мы закончили этот самый, теперь эту, это означает, что непогрешимость 100%, это мой сад, ребята, это мой сад, понимаете, вот, это все вегетативные гибриды, все, тут, я не, ну, найдете несколько из косточек, вот, ну, 95%, 98%, а это вегетативные гибриды, вы поняли, нет, девочки, этого нет в природе, если этого нет в природе, и никогда не было, вы узнаете, академик, узнали, чего вы лезете-то, вы же понимаете, что вы вредители, опять наболело, выпуститься тебе, вы же фамилии не называют, вы вредители, хотя бы замолчите, чтобы больше, когда вы еще будете, где-то в это самое, просто отмолчаться надо, когда кто-то скажет, у меня дерево погибает, помогите, не учите прыскать, спросите, почему вы только одну веточку, умирающую, показали, чтобы веточка умирала, надо тысячу, ну, ладно, 10-20 причин, вы отмечаете, кстати, на колени, посмотрите, не гниет ли корневая шейка, не заглублена ли она, не посадили ли в яму, и каждую весну там гниет это, потому что льдом покрывается, ну, штамп покажите, нет ли там на нем 10-20 ран, а вместо этого вы говорите, давайте делать искусственный штамп, вот на этой высокой ноте я заканчиваю, вот пригодится то, что я говорю, ну, конечно, она болела, когда извинений не было, мы остались эти, извините, эти грязи покрыты, с братом, вот, на планете единственное дерево, поняли, единственное дерево на всю планету, вот, вот это вот чересня, единственное дерево на всю планету, еще показать, вы когда-нибудь узнаете это дерево, нет, вы посмотрите на эту, на лесную красавицу, которая из Бельгии, и вы узнаете ее, ладно, все заканчиваю, так, желаю вам купить эти тысячу кос, в крайнем случае сотню, в крайнем случае 40, это минимальный заказ, вот, и на этом расстанемся, до свидания, до свидания, Продолжение следует...